В плане подготовки проблемы, почему я говорю про законодательный класс? По большей части нашей законодательного класса по сегодняшний день вообще несовершенна. Возьмите тот же самый ФАП 128. Я русский человек. Я его читаю. Вот вы мне скажите в 5.84, как это понять те слова, которые там написаны? Никак. Его должен ежегодно определять летные характеристики воздушного судна и сдавать по этому экзайп. Это как определять? Вы переведите на русский язык. А это закон. И таких вот пробелов очень много. Почему я понимаю? Это технический перевод. Но там вот в таком случае, там в законодательной, должен сидеть редактор, который должен реализовывать. Это должен быть юрист. Чтобы они были понятны. Программа нормально написана. И чтобы они были понятны мне, как преподавателю. Они были понятны как пилоту, который должен обучаться. И должен сдавать какие-то там зачеты, экзамены. Следующее. К программу нет требований. Тот факт 399-й размыл полностью. В результате, каждый август, в том числе, Денис, подтвердил. Когда приходит представитель август с программой, он пройдет семь кругов А. Прежде чем человек что-то утвердил. Я скажу, что реально 399-й класс не действует. У нас в феврале месяца находятся две программы, которые сегодня, в октябре, мы никак не можем утвердить. Самая большая проблема в том, что это государственная структура Омское училище. Оно готовит. И это для коммерческих структур. Государство не заинтересовано экономически готовит. Соответственно, отсюда и вывод. И стоимость летного часа, и подготовка этих пилотов, которые не нужны для государства. Заинтересованы те. Потребители заинтересованы. Они готовы финансировать. Но нет механизма. Инструктор. Что он будет там делать за эти 70 тысяч? Технику. Ее тоже нужно обслужить. Это денег стоит. Государство не заинтересовано в подготовке пилотов для частных структур. Были когда-то государственные структуры. Соответственно, работал этот механизм. Сейчас механизм менять нужно. Экономическая ситуация в стране в корне изменилась. Вот основная проблема. Поэтому и нет у нас. То, что держат они и готовят коммерческих пилотов, может быть, это правильно. У них база есть. Но другое дело, что подготовку-то надо проводить. К чему сейчас придет эта ситуация? Очень легко предсказать. На сегодняшний день подготовки нет. Соответственно, рынок у нас будет создаваться в вакуум. Вакуум чем будет заполняться? В первую очередь, ростом зарплаты. Нужно как-то привлекать, будут перетягивать и между собой конкурировать компании. А следующее заполнение рынка гастарбайтерами. Это пойдут с Украины, с Белоруссии, с Киргизии, с Узбекистана. Откуда только могут. С Казахстана. Почему? Потому что будет расти стоимость зарплаты каждого коллекционного специалиста. Вот и все. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...